Библиотека номер 10 имени Фёдора Абрамова, округова Равина Фактория, предлагает вашему вниманию видеопрезентацию об одном из крупнейших романистов французского происхождения Александре Дюма. Александр Дюма. Александр Дюма принесли романы «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо». Дюма считается признанным авторитетом, одним из крупнейших авторов приключенческих произведений. Его и сейчас охотно читают и анализируют. Дюма знают как человека разностороннего. Страсть к писательству была лишь одной из граней его личности. Он известен своей любовью к журналистике, драматургии и театру. Литератор охотно и очень умело стряпал, о чем говорили многие современники. Кроме того, он интересовался науками, политикой. Отчасти именно многообразие увлечений, помимо природной наблюдательности, сделало писателя таким успешным на поприще творчества. Современники и последующие поколения оценивают Александра Дюма крайне неоднозначно. О его личности ходит множество легенд, мифов. А кое-какие сведения и вовсе начинают открываться лишь сейчас. Паразаик и драматург остаются тайной, которую только еще предстоит разгадать. Будущий писатель Александр Дюма родился 24 июля 1802 года на севере Франции в Каммуне-Вилле-Котре. Ни мать, ни отец не имели отношения к литературному творчеству, однако были людьми авторитетными и очень уважаемыми. Мать, Мария-Луиза Лабуре, была дочкой владельца одной местной гостиницы. Отца звали Том Александр Дюма. Долгое время он находился на воинском посту, служил генералом у самого Наполеона Бонапарта. С амбициозным императором отец писателя поддерживал близкие и приятельские отношения, однако на поверку их дружба оказалась фикцией. Наполеон не терпел критики ни от кого, даже от соратников. Стоило старшему Дюма высказать негативное мнение о египетской экспедиции французской армии, как генерал тут же попал к императору в немилость. На дружбе можно было ставить крест. Очень скоро это оукнулось большими проблемами. Возвращаясь на корабле домой во Францию, Дюма попал в плен и долгое время сидел в подземелье одного из городов Неаполитанского королевства. Наполеон не предпринял ни единой попытки вызволить своего друга. Таким способом мстительный император решил наказать бывшего соратника за вольнодумство. Условия плена оказались ужасными. Только в 1801 году генерал попал домой. Но это был не тот крепкий мужчина, что прежде, а слабый, изможденный и разбитый человек. Сырое подземелье и отвратительные условия задержания подорвали здоровье генерала. Он стал тугоухим, лишился зрения на один глаз. А вдобавок у него обнаружили злокачественную опухоль желудка. Семья поняла, что Тому осталось недолго. В 1806 году известный военный деятель, отец писателя, скончался от многочисленных болезней. Наполеон не забыл был их обид. Только теперь объектом его неприязни стала семья опального генерала. Родственники лишились средств к существованию и всех почестей. Первые годы Александр Дюма проходили в тотальной нищете. Жить было непросто. Семье не хватало денег даже на то, чтобы отправить сына учиться. Первые уроки письменности, чтения мальчик постигал под руководством матери и сестры. Женщина не оставляла попыток выхлопотать для сына стипендию на обучение в лицее. В итоге молодого человека устроили в колледж Аббата Грегуара, где он и получал систематическое образование. После выпуска будущий литератор знал латынь, имел прекрасный почерк и был мастером каллиграфии. Учеба не прошла даром, и Дюма охотно взяли клерком в нотариальную контору. Должность была не слишком привлекательной, особенно для юного, амбициозного человека. В те годы Дюма плотно интересовался театром. Им овладело желание стать драматургом. Перекладывать бумаги с одного места на другое ему надоело. Недолго думая, молодой человек собрал вещи и отправился в Париж. Дело было рискованным. Ни денег, ни крыши над головой, ни людей, которые могли бы помочь, у Дюма не было. Он рассчитывал лишь на связи своего покойного отца. По счастью, старый соратник опального генерала Максимилиан Себастьян Фуа действительно помог будущему романисту. На тот момент молодой человек мало что умел. Однако он обладал красивым почерком. Именно это помогло Александру Дюма устроиться писцом к герцогу Орлеанскому, который в будущем стал монархом и вошел в историю под именем Луи Филипп. На новом месте литератор завел много знакомых и друзей. Наконец, получив стабильную работу, Александр Дюма смог заняться развитием писательских навыков. Недостаток формального образования он компенсировал упорным самообучением, пытливостью и практикой. Один из новых знакомых прозаика составил список книг, с которыми тот должен ознакомиться. Дюма был завсегдатаем парижских театров. Первые успехи не заставили себя ждать. Творческая биография Александра Дюма началась в 1829 году. Всего за несколько месяцев начинающий драматург создал пьесу «Генрих III». Волей случая и при непосредственном участии самого писателя она попала в руки актеров, которые частенько проводили время в местных салонах. Под впечатлением от произведения Дюма-старшего они попросили руководства поставить пьесу вне очереди. Для литератора, который делал первые шаги в профессии, это был невероятный успех. Критики и коллеги Дюма отзывались о постановке «Тепло». Они отмечали, что пьеса кишита грехами, но при этом остается очень интересной и глубокой. Были и исключительно позитивные мнения. Так, Гёте говорил, что пьеса Дюма опережает свое время и не по зубам парижской публики. Первый крупный успех окрылил Дюма и показал, что он способен на большие. В ближайшие годы мужчина написал еще несколько драм и комедий. В число наиболее известных произведений того периода входят «Антони», «Христиана», «Кин. Гений беспутства», а также «Нельская башня». Последняя стала литературной основой для новой постановки. Премьера состоялась в 1832 году. В зале не было ни одного свободного места. Все хотели увидеть плоды творчества восходящего литературного умельца. Вскоре произведения Дюма ставили на сцене еще несколько раз. Они получали заслуженную популярность среди широкой публики, любителей высокого искусства. Несмотря на успех и славу, Александр Дюма решил отойти от драматургии. Будучи человеком переменчивым, он постоянно стремился к чему-то свежему и необычному. Писатель переключился на другую область. Дебютным произведением литератора на новом поприще стал роман «Шевалье де Арманталь», который публиковался в 1838 году. Его печатали по главам в газете. Идея была в том, чтобы строить сюжет по нарастающей, создавая интригу и вызывая дополнительный интерес среди читателей. С этим романом связано немало тайн и домыслов. На самом деле он писался в соавторстве. Вторым создателем стал Агюст Маке. Дюма же навел лоск, переработал произведение, повысив его художественную ценность. Редактор и издатель были против того, чтобы рядом со знаменитым литератором стояло имя никому неизвестного человека. Маке вычеркнули. В будущем подобный факт породил многочисленные обвинения в плагиате, воровстве произведений у других авторов. Якобы именно на этом основывался миф о продуктивности Дюма. Но при ближайшем, более подробном рассмотрении вопроса оказалось, что все не так. В обвинениях была и доля правды. Известный французский писатель действительно пользовался услугами наемных авторов. Одним из таких стал и сам Агюст Маке. В невольном соавторстве Дюма и его коллега написали еще несколько романов, в том числе и наиболее знаменитое произведение «Граф Монте-Кристо», «Три мушки Тера», «Графиня де Монсеро», а также еще несколько книг «45», «20 лет спустя» и прочее. Дюма принимал в их создании активное участие, перерабатывал романы, дополнял их и наводил художественный блеск. Под началом Александра Дюма работали и другие наемные авторы. К известному писателю обращались нуждающиеся талантливые прозаики. Среди имен можно назвать Гаспара де Шервиля, Поля Мериса и не только. Произведения Дюма пользовались большой популярностью за пределами Франции. Были известны они и на территории Российской империи. Однако некоторые книги Александра Дюма не проходили через заслон цензуры. Такая судьба ожидала учителя фехтования. Роман вышел в 1840 году. Одна из сюжетных линий рассказала о восстании декабристов. Воспоминания о политическом событии, которое едва не стало концом имперского правления в России, были слишком свежи. Российская цензура запретила роман. Однако нелегально копии произведения все равно печатали и распространяли на территории страны. Учитель фехтования получил скандальную славу. Его читали как просвещенные люди, желающие перемен, так и государственные чиновники, консерваторы и сторонники старых порядков. Доходило до того, что даже супруга Николая I, Александра Федоровна, тайком от мужа читала это произведение. Помимо собственно литературной деятельности, Дюма прославился как активный участник общественной жизни Франции тех лет. Кроме того, он был заядлым кулинаром. Умело готовил. В поздние годы писатель создал несколько новелл на эту тему и собрал их в единое произведение, которое планировал назвать «Большой кулинарный словарь». Однако до его издания так и не дожил. Личная жизнь До недавнего времени об отношениях писателях было известно очень мало. Сейчас исследователи располагают куда большими сведениями. По информации биографов, Александр Дюма отец был любителем женского внимания и знатным лавелласом. Официальной спутницей жизни известного литератора стала Ида Ферье. Она была актрисой и, как многие творческие люди, не воспринимала жизнь всерьез. Слыла легкомысленная и ветреная судьба. Пара заключила брак в 1840 году. Но семейная жизнь была более чем странной. Ни тот, ни другой не думали хранить верность. Причем и муж, и жена знали о романах друг друга. Фактически, союз артистки и писателя распался в 1844 году. Но оформить развод они не спешили. По некоторым сведениям, за годы жизни у Дюма было много любовниц. Так это или нет, сказать сложно. Однако достоверно известен факт, что у литератора родилось как минимум четверо незаконнорожденных детей от разных женщин. Среди них Генри Бауэр, Мари Александрина, Макаэлла Клели, Жозефина Элизабет Кордье. Самым известным из них стал Александр Дюма-младший, который также появился на свет от неофициального союза в 1824 году. В будущем он пошел по стопам знаменитого родителя и стал уважаемым литератором. Незадачливый отец признал Александра Дюма сыном только через 7 лет. В последние годы мужчина испытывал проблемы со здоровьем. В начале 70-х Франция потерпела несколько серьезных поражений от Пруссии в начавшейся войне. Эти события негативно сказались на состоянии писателя, который переживал за родную страну. На фоне стресса у литератора случился удар. Последствием этого стал тяжелый паралич. Оправиться от трагического эпизода он не смог. Известный французский писатель скончался 5 декабря 1870 года. Причиной смерти Александра Дюма стал инсульт. После завершения войны сын писателя похоронил останки отца на территории коммуны Виллеркотре, поближе к родителям. В 2002-м прах литератора перенесли в Пантеон в Париже. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...